Всем привет дорогие друзья! С вами сегодня Светлана Гаспорович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества! Скоро лето, пляж, море, пикник. Как же хочется, чтобы наши напитки всегда оставались прохладными, а продукты свежими. В этом нам поможет термосумка, сумка-холодильник. Именно ее мы и будем делать в данном мастер-классе. Вначале я вам покажу, как сделать просто сумку, а затем мы из нее сделаем термосумку. Интересно как? Тогда оставайтесь на моем канале и смотрите до конца. Кстати, хочу указать на несколько плюсов в данном изобретении. Первый. Сумку мы шьем без подкладки. Второй. Такой холодильник вы можете сделать даже из обычной сумки, которая у вас есть и совершенно любого размера. Третья. Делается она быстро и легко. Так что смотрите до конца, чтобы не пропустить главное. Итак, первое, что мы сделаем, это сошьем сумку. Для этого выкроем две детали из основной ткани и уплотнитель. Выкройки очень похожи на выкройки рюкзака, которые мы с вами совсем недавно делали. Дальше нам понадобится четыре детали 8х36 см. Две детали мы продублируем, поэтому возьмем еще и выкроем дублерин. Потом понадобится две детали 11х15 см. Их также будем дублировать. И одна деталь 23х15 см. Это будет донышко, которое мы также продублируем. Итак, дублируем наши детали. Для этого берем уплотнитель, укладываем его клеевой стороной на изнанку нашей детали и приутюживаем. Осторожно, не делайте высокую температуру, иначе все сгорит. И когда все детали готовы, начинаем шить сумку. Для этого пришьем молнию к нашим полоскам, которые были размером 8х36 см. И затем проложим отделочную строчку. А вот и игольница, моя помощница. С ней очень удобно и дела идут намного быстрее. Если хотите такую же, смотрите мой мастер-класс. Ссылку вы увидите сейчас на экране. Прикалываем нашу молнию булавками и пришиваем. Чтобы было удобно пришивать, возьмите лапку для потайной молнии. Отлично! Теперь берем боковую часть нашей сумки. 11х15 две детали у нас было. И пришиваем к верхней детали сумки, на которой у нас располагается молния. Только аккуратно. Сначала расстегните молнию, чтобы она не осталась у нас там, позади, за бортом. И когда мы пришили боковые части нашей верхней части сумки, также прокладываем отделочные строчки. А лишнюю молнию мы обрежем. Убираем пока данную заготовку и переходим к ручкам. Для этого возьмем еще две детали 8х36, складываем их пополам и сшиваем. Затем вывернем и дальше в них нам нужно просунуть стропу. Да, по данному методу у меня не получится это сделать. Изобрету-ка я свой. Возьмем нитку с иголкой. Один конец пришьем к стропе с помощью иголки с ниткой. А второй просунем через ручку. Вот так-то лучше. И затем прокладываем отделочную строчку по краям данной ручки. Теперь все просто. Нашу заготовку с молнией соединяем с передней, а затем с задней части сумки. Хотя тут разницы-то и нет, где перед, где зад. И не забываем про ручки. Мы их располагаем на расстоянии 3 см от середины. Отлично! Я еще тут решила проложить отделочную строчку. Хотя это по желанию. Хотите прокладывайте, хотите нет. Если вдруг у вас возникает много вопросов, как шить данную сумку, посмотрите мой мастер-класс, где мы шили рюкзак. Там все понятно и доступно, я объясняю. Кстати, если вы хотите для этой сумки шить подкладку, также смотрите тот мастер-класс. А мы будем шить ее без подкладки. И продолжаем. А следующее, что мы будем делать, это пришивать донышко к сумке. Найдем середину, так будет проще дальше нам работать. С помощью булавок закрепим данную деталь и пришьем. И вот сумка готова. Хочу повториться, что мы будем шить ее без подкладки. Она нам совсем тут не нужна. Я хочу вам показать быстрый метод, как сделать термосумку. Для нашей сумки я возьму подложку. Купила я ее в строительном магазине. Она с одной стороны из фольги, а вторая сторона у нее из пены. Если найдете, чтобы была фольга с двух сторон, то вообще будет очень круто. И данный холодильник, в кавычках, который мы будем сейчас делать, его можно применить совершенно для любой сумки, которая у вас есть. Для этого снимите размеры сумки. Можно, кстати, просто взять и перевести на бумагу. Приложить к бумаге сумку и перевести. А потом выкраиваем наши детали. Дно и боковины я сделаю цельными. А верхнюю часть мы будем также закрывать на молнии. Поэтому понадобятся две полоски, которые мы будем пришивать молнию. Я молнию пришила вручную. Обрезала лишнюю молнию концы и закрепила их с помощью нитки и иголки. Теперь можно молнию спрятать, заклеив ее скотчем. Скотч у нас необычный. Скотч у нас из фольги. Алюшка, так называет ее мой муж. Его также можно, кстати, купить в строительном магазине. В любом строительном магазине. Также данным скотчем мы будем склеивать наши все детали, которые мы выкроили. Находим середину, чтобы все получилось ровно и пропорционально. И склеиваем наши детали. Молнию я также обклеила, чтобы было красивее. Хотя в данном уроке речь совсем не идет о красоте. Но все же. Кстати, мы можем даже обклеить и боковые стороны нашего холодильника. Так он еще лучше будет работать. Теперь вставляем эту конструкцию в нашу сумку. И вуаля! Наша сумка готова. Кстати, я даже проводила эксперимент. 5 часов у меня в сумке пролежал напиток. И он сохранил свою температуру. Представляете? Не верите? Тогда проверьте. Если вам понравилось видео и вы хотите узнать еще больше идей, как сделать красивые и полезные вещи своими руками, тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. До новой встречи! Пока-пока!